всем тихой ночи в прошлом голосовании победила чтение рассказа про скульпторов реальности это чтение уже вышло но надо же сделать видео по какой-то лорной теме так что это видео будет по вещи занявший второе место по упоминаниям в комментариях hub m или h или hope town и это часть русскоязычного филиала scp конец света обычное дело в мультивселенной scp однако для большинства миров апокалиптические события не означают завершение их бытия а лишь изменения тем более что в случае мира хоуптауна события эти произошли достаточно медленно чтобы большинство даже не заметила а фонд scp смог скрыть смерть нормального мира от общественности при этом это не значит что агенты себе прячут от людей существования аномального как в других измерениях тут это в большинстве случаев совершенно бесполезно особенно когда нормальный мир на глазах превращается в калейдоскоп совершенного безумия мир хоуптауна настолько отличается от других что даже объекты фонда в нем имеют собственную нумерацию что немного не согласуется с идеей того что база данных сепи едина для всех миров а может быть дело в том что мир хоуптауна настолько отличается от других реальности сепи что для него действительно нужен отдельный список объектов дело в том что в этом совершенно безумном мире фонда сепи сохраняет не привычные аномальные объекты а напротив последние остатки прежнего мира называемые зонами повышенной нормальности поначалу таких зон было достаточно много но со временем реальность них растворялась уступая повсеместному хаосу наиболее устойчивый по совпадению первой такой зоной было сепи 001 h этот объект представляет собой город в границах которого по какой-то причине не происходит аномальных событий более того этот город это единственное место в мире где человек может вести полностью привычную жизнь не сталкиваясь чем-то необъяснимым жители города убеждены что по-прежнему существует в обычном не аномальном мире так что хотя бы в этом конкретном одном месте технические сепи все еще справляется со своей задачей по поддержанию нормальности хоть и только в этом городе для задачи сохранения этого островка в бушующем океане адского сёра была создана зона ноль огромная база сепи располагающая самым широким набором средств и возможностей фонд тут близок полному контролю над жизнью общества города и над разумом каждого отдельного гражданина только так достигается состояние блаженного неведения граждан о том ужасе который творится в окружающем мире работу агентов организации немало ведь прямо к городу прилегают сразу три аномальные зоны одна из них полна иллюзий во второй случайно материализуются мысли людей а третье просто убивает посетителей поглощает их тела да и вообще похоже является каким-то непостижимым ему человека монстром если бы эти зоны сохраняли свои аномальные свойства постоянно это было бы еще не так плохо но время от времени внутри них появляются как бы подзоны в каждой из которых происходят свои еще более странные явления фонд конечно изучает эти события но содержание объекта в первую очередь заключается в защите нормальности города а как стало понятно с нормальностью это и большие проблемы ведь временами целые улицы выворачивает так что в них меняются законы физики и геометрии но если бы только это время от времени городу подходит зловещий туман из которого толпами выходят разные монстры так что фонда сипи приходится довольно активно держать оборону города впрочем монстры разнообразные искажения это не главная проблема хуже всего то что распад нормального мира тут неизбежен и все эти усилия служат только для оттягивания неминуемого довольно много деталей и штрихов к этой картине добавляет сипи 002h сам по себе объект представляет собой одного из сотрудников сипи который оказался невосприимчив к аномальным воздействием этот объект это эталон нормального человека но главное тут это разные связанные с этим документы их чтение отлично погружает в атмосферу мира хоптауна наверное это тот случай когда стоит просто пойти на сайт и почитать кстати ссылку на хаб я оставлю в описании из этого текста можно например узнать о том что польша запретила деятельность сипи у себя на территории а в индии напротив возник массовый культ поклонения организации который использует элементы процедур содержания объектов в качестве своих ритуалов сипи 003h как бы продолжает погружать нас в этот мир тотального безумия но на этот раз перед нами зоны нормальности массачусас который уже не так успешно как хоптаун борется за нормальность мира но все еще это делает жители массачусаса уже не могут позволить себе блаженное неведение и фонда сипи тут действует совершенно открыто но это не означает спокойствие безопасности местные живут в постоянном страхе того что сосед окажется какой-нибудь непонятной сущностью в образе человека город пропитан тотальной паранойи к так называемым аномалом особенно это актуально ввиду большого наплыва мигрантов из мест где уже нередко жизнедеятельность человека просто невозможно большинство из этих людей просто нуждаются в помощи но многие несут в себя аномальную угрозу потому одной из высших добродетелей тут считается донесение о всех случаев аномальной активности и конечно же если гражданин заметил какие-то необычные вещи в особенности у себя самого он должен сдаться полиции как это сделала некая бэти впрочем случае бэти породил напротив еще больше беспокойства ведь как оказалось даже у самого добропорядочного гражданина может развиться аномальное воздействие никто не защищен тоже кстати довольно атмосферное чтиво по сути представляющие собой именно что рассказы не объект рассказы под видом объектов между прочим проникли в русскоязычное сепи по ходу исследования постапокалиптического мира была найдена еще одна относительно устойчивая область реальности это сепи 004 h это место находится севернее иркутска имеет размер примерно в 3000 километров квадратных там была основана зона номер 104 в которой фонд решил хранить ядерные боеприпасы они судя по всему используются время от времени для ликвидации наиболее опасных аномалий однако что-то с этой затеей пошло не так и связь зоны была потеряна а когда стало понятно что к чему оказалось что некий быков устроил там переворот и захватил власть все эти интриги привели лишь к тому что еще один кусочек нормального мира был уничтожен в целом у меня достаточно смешанные чувства по поводу этого хаба с одной стороны у него очень хорошая идея с космически огромным потенциалом мир потерявший само понятие нормальности буквально распадающийся на части в котором люди собирая какие-то последние осколки старого бытия пытаются сохранить то что у них было раньше и это очень интересное многообещающее ожидаешь увидеть множество просто обычных предметов и явлений изучая которые люди существующие в этом измерении силится понять кто они сами и каков должен быть мир вокруг чтобы называть его обычным и вот читатель собирая информацию из документов по этим объектам должен будет как пазл собирать общую картину мира хоптауна ну как в сепи то обычно и принято вместо этого тут в каждом объекте просто стена текста с бесконечными диалогами и приключениями каких-то отдельных персонажей и да кто смотрит этот канал знает что я люблю побомбить на объекты романы но потому что это очевидный шаг назад от формата сепи к обычной писанине но тут местами даже объектов то толком нет просто сразу начинаются какие-то диалоги и рассказы непонятно кем и как записанное и совсем не похожие на документы некой секретной организации это несколько разочаровывает с другой стороны наверное просто самый первый объект который сипи 001 h задает действительно очень высокую планку ожиданий как обычно оставляйте комментарии с упоминанием того о чем из мира сепи других проектов коллективного творчества мы еще не говорили на этом канале каких комментариев будет больше о том мы поговорим в следующий раз а пока всем пока